в общем стелларис вышло дополнение космик 100 шторм где он сейчас посмотрю мегакорп вот космик шторм в общем последняя вроде как версия пиратка само собой то есть никаких стимов игру эту я не покупал в общем буду играть на пиратки крутость игры в том что очень большая вариативность прохождения большая вариативность создания государства и сам интерес в исследовании вот полет кораблика среди звезд какие-то атомалии там и прочее военная часть не очень интересует так как она и не сильно проработана более на автомате работает и пвп как-то тоже меня не интересует то есть игра с игроками совсем не понимаю что там делать а больше интересно вот визуально посидеть проставляться в общем возникла идея что нужно поиграть и одновременно по озвучивать по комментировать что в этой игре для каких-то людей которые хотят во что-то космическое поиграть и посмотреть заодно может получиться каким-то основам что к чему делается в игре на самом начальном уровне и просто провести время там порасслабляться музыка в игре медитативная такая спокойно в общем начнем с создания сначала буду очень долго создавать три или четыре расы которые будут заведомо плохие и которые я так чтобы они появились в игре в галактике которую в которой будем играть вот я себе написал блокнотики что это будет так допустим вот начнем первое пожирающий рой это такая модель гражданская если не ошибаюсь в общем это будет коллективное сознание на генетика это так подписал что там вроде как и некуда деваться кто назову как в варкрафте есть этот босс только без запятой просто ктун напишу так выбрать нужно вначале портрет может быть любой но есть портрет допустим если машину нажимать то у раз и уже будет признак машины и там не сделать пожирающий рой вроде как машина не может быть то есть с признаком машины пожирающий рой не создастся поэтому подберем какой-нибудь злобный портрет страшный млекопитающие думаю не подходит вернатый рептилоид тоже члене станок конь страшным чего-нибудь моллюской тоже не знаю что тут такое склизко и все нет грибы гриб в принципе может какой-нибудь такой пожирающий быть да вот это страшный женщина еще почему женщина пусть это будет страшный гриб такой надеюсь у него признаков грибой да не будет грибного или как там как бы игра не особо требует биографию какую-то заполнять но имя мы зададим что у нас раса тут множественная ктун плагательная ктунский допустим так там надо будет еще родной мир задать так биография в общем эти грибы грибовидные создание пришли к форме правления коллективный разум на своем родном мире кто их единственная цель поджирать все живое зараза буквы и лучше не тыкать то консоль включается как только они получили технологии для выхода космос они стали искать тебе пищу ну допустим так коротко список имен а коллективный разум какой-то странный таксоиды рептилоиды растения так вот гриба видно есть может посмотреть что там да страшно звучит кугет гурлон слебен кугле бора ларб и это не очень да готов вот это поинтересней шумблор он допустим 2 пускай будет так признаки признаки пока по временем потом надо не забыть раскидать признаки это генетическая составляющая что из себя представляет раз а то есть примеру посмотреть экономные вот описание представители этой расы любят беречь средства и всегда стараются подзаработать сэкономив на чем-нибудь то есть какие-то такие приметы их не какие-то особенности дальше название родного мира ну кто название звезды пускай будет рой звезда одиночную поставим так и какая у них будет планета так как это грибы пускай будет тропический тропический влажный климат так внешний вид города вот грибовидный поставим и какой-нибудь внешний вид вот такой вот со всякими там с грибами с мембранами спорами пускай такое будет происхождение самое интересное в этой игре это происхождение то есть какой-то сюжет предыстория той раз которую создаем и вроде как добавились новые вот этот кош космик шторм охотники за бурями тут непонятно что я думаю пока использовать не буду посмотрю в игре без этих происхождений что из себя представляют эти пури если вообще смысл с ними как-то запариваться он в описании всегда написано то есть кратко сереньким лор какой-то эффекты что дает и требования какие нужны чтобы это происхождение вообще включилась так сварщики это что-то из маш машин эйдж дополнение репродуктивность синтетический путь возвышения так что у нас для будущих раз злых создать когда-то это общество процветала но новая генетическая болезнь лишила эту расу способности к размножению оказавшись перед лицом выбирания они решили доверить свое будущее цифровому спасению интересно роботов наделать дуговые сварщики это что-то такое простое что-то со смега сооружением и какой-то вот родной мир на районы какие-то так про бури пока пока читать не буду дальше посмотрим кибернетический культ это вот особое происхождение в котором никакие пути возвышения не доступны кроме кибернетического вот путей возвышения по моему всего четыре есть кибернетическое синтетическое или это только в традициях ветка есть и генетическое и и псионика вроде как три всего должно быть но я путаю кибернетику с синтетикой вроде как кибернетика это замена тела полностью на робота и перенос сознания туда или или мозга а синтетика это это вот как раз синтетика перенос именно сознание в чип в процессор что-то такое примерно но почаще надо читать описание в игре и может быть понимание придет кибернетические но это форма спиритуализма культ это именно что-то религиозное такое при том что кибернетика похоже на рыцари токсичного бога вот если их ставите и рыцари совместить было бы интересно при разломный мир здесь у нас просто разлом дается разлом это как место раскопок также ученый назначается и всякие интересности находятся в этом разломе сотрудничество плодотворное так это у нас для кого либо грибовидные либо растянует у нас грибовидный кстати космическая так нет формы так нет поглощающий рой вот это не дает уже нам создать мы хотим именно с формы правления поглощающий рой и что-то такое страшное все пожирающие космическая фауна разносит семянки по галактике доступные сооружение космической базы звездные сады доступные тактики бомбардировки бомбардировка семянками но что-то там с космической фауны с этими самовыми кто-то облетает космосе под единой властью это у нас идеальные гены и светила у лидера диктатура такое простенькое происхождение страх темноты интересная вероятность обнаружения аномалии прям 10 и скорость обнаружения 20 но размер пула лидеров меньше родная система до световая цивилизать световой цивилизации созданной фракции сепаратистов прошлом часть вашей империи со своими событиями и преимуществами так сброшенные оковы и и специально подписано что происхождение повышенной сложности эта цивилизация зародилась в результате мятежа на невольническом невольщем корабле поднятом пестрой группой представителей до световых видов помню кто-то в каких-то гайдах рассказывал что там 9 или 10 раз этом корабле различных и вот они вроде как куда-то улетают начальная планета вот штраф написано не родной мир этого государства планетарный модификатор космический культурный шок обломки корабля это не расчищены квадратных из и их насчет разбирать можно стартовая система не используемые залежи ресурсов отсутствующие стартовой технологии научный метод планетарное правительство и корвет то есть технологии важных которые у всех есть всегда вначале их нет выйти в этого происхождения ну тут что должно быть гештальта нет не авторитаризм не ксенофобия то есть надо быть такими дружелюбными ребятами ну поборники чистоты это у нас что-то такое религиозное тоже священная война какая-то автократии угнетающий нет выборочное родство не знаю что такое фармацевтическое государство тоже не знаю про торговлю в этой игре вообще мало понимаю и энергичные исследования нету не обладает типом раз и машины разогнанные говорят крутое происхождение а может и нет не помню но что-то там с генетикой связано что-то с генетикой здесь вот токсичный бог гештальту нельзя поборником быть нельзя и машиной быть нельзя интересно пожирающим роем быть можно не но если гештальт там нельзя а рой это гештальт гештальт это единое сознание может быть либо единый машинный разум либо коллективный разум рой расплата тоже у нас происхождение повышенной сложности что он удает первый контакт этой цивилизации с инопланетным разумом окончился насильственным просвещением и порабощением и жителей захватчики все же получили отпор на надолго ли родной мир продвинутая инфраструктура то есть на планету нападают насколько я помню из объяснения одного обзорщика какие-то инопланетяне нападают и они дают им отпор и потом начинают выходить в космос и хотят отомстить им тоже не гештальт поборниками быть нельзя в общем это все нам не надо имперский феод подданный развитого и государства учителя покрова это у нас псионики вот минус в том что тоже поборниками быть нельзя создать бы им злую расу такие чтобы были поборники спиритуалисты ну в общем другое происхождение для них нужно смотреть катапульта это что-то у нас непонятная с квантовый катапульта никогда не пользовался когда-нибудь доиграю до этого момента узнаю что это такое дети подземелья в общем пещерные жители бонусы у них к стоимости района сооружения скорости строительства жилья от добывающего района есть и урон от орбитальной бомбардировки снижен на 75 процентов это очень много в общем пещеры нас пока не интересует улей прародитель вот может быть улей прародитель стоит выбрать к его тыкну должен быть коллективный разум значит этот улей получил эволюционное преимущество благодаря частично автономным лидером эти отпрыски повышают эффективность но за ними нужен постоянный надзор значит какие-то здания там заменяются на какие-то гнезда вот если не выбрана гражданская модель поглощающий рой сектора можно отделить в качестве подданных назначенные лидеры получают больше пассивного опыта доступные сооружения космической базы дозор отпрыска можно строить корабли отпрысков в общем не понятно что это за отпрыски штраф в отеле и страдают от недостаточного контроля над отпрысками звучит непонятно но наверно компьютер с этим разберется океанический рай но это что-то такое идеальное простенькая здесь обитают драконы это дракон есть возле родной планеты висит не помню по моему как-то раз пробовал я играть и дракон то ли то ли яйцо дракона там было то ли он там закарифанился как-то в общем говорят его еще можно убить и воскресить на это надо какую-то специально некрофагов или некроидов каких-то брать или модель какую-то гражданскую армия клонов вот это говорят крутая штука для генетики какие-то там бонусы офигенные то есть быстрый сбор быстрое клонирование наверно ну гештальт нельзя машиной нельзя быть некрофаг вот как раз эта цивилизация развивалась как паразит вынуждены питаться другими разумными формами жизни чтобы существовать после ее появления на галактической на галактической арене другие виды будут либо вовлечены в нее либо станут ее пищей для некрофага третьего не дано такие в общем негодяи так родной мельс камеры вознесения признаки расы некрофаг при патентные это видать какие-то отсталые или которых которых они зажрут не знаю так гарантир гарантированно пригодный мир заменяются на две световые цивилизации то есть прилетаешь а там недоразвитой цивилизации которые в космос не вышли их ассимилировать или поедать не знаю так колония там какой-то сюжет есть что цивилизация начала существу свое существование как потерянная колония давным-давно утратившая связь с родным миром колонисты связались вниз оказались незавидно положение им пришлось вынести немало трудностей прежде чем они смогли создать достаточную технологическую промышленную базу чтобы вернуться к звездам начальная планета не является родным миром этого государства это как штраф сложное происхождение судный день это когда родная планета спустя 40 лет взрывается и нужно успеть за эти 40 лет колонизировать другие планеты и назначить их столицами гегемона это что-то во главе федерации начинает игрок общие взгляды не ксенофобия так нельзя быть варварами накопление ресурсов это у нас для машин родной мир мир машин неисправно или репликатор интересно наверное его починить можно или что-то такое гибельное рождение это для литоидов а что если у нас литоид и пожирающий рой будет сейчас попробую пока литой датыкнусь и что вернусь к улью прародителю на плечах гигантов это у нас археологические раскопки на планете древо жизни это коллективный разум и поглощающий рой нельзя это что-то такое более дружелюбное на пороге галактики врата отпрыски это покровительство вроде как угасшей империи то есть она защищает нас вроде как нельзя гештальтом быть нельзя быть ксенофобом пуристы я не знаю что это такое но машины тоже быть нельзя жители пустоты один обзорщик говорит это супер крутое происхождение ну наверное за счет того что можно строить орбитальные поселения и там не ограничиваться есть я не обязательно планету искать но опять же они дороже но выхлоп больше получается если ты их настроишь кучу то круто сидишь там в этих поселениях себе и обитаешь расколотое кольцо это происхождение кстати не помню никто не рассматривал родной мир кольцом колонизировать сегменты миров колец вместо планеты предпочтительный мир кольцо не знаю интересно наверное так оскорки осколки прошлого это у нас реликтовый мир археи исследования какие-то технологии древние технологии археотехнологии дети апокалипсиса это у нас опустошенный мир признаки расы уцелевшие что-то там типа ядерная война была и выжили не обладает типом расы машина тепличные это идеальный мир с редкими планетарными свойствами и штраф не создаются гарантированно пригодные миры так синкретическая эволюция вторая раса неотъемлемая часть этой цивилизации они крупные и сильные но большинство из них обладают интеллектом умственно отсталого ребенка войны прошлого избавили эту расу от наиболее агрессивных особей сделали не покор и и покорный органические поселения с признаком услужливые 12 не гештальт не поборники не проводники механисты так чую нас механист это не машина но это что-то в роботизацию с поселением роботов для кибернетического наверно вознесения старт успешное объединение это такое для новичков вроде как все говорят мол для земли типа сюжет все объединились то мы пошли в космос ладно гибельное рождение либо улей прародитель после посмотрим рождение нам что добавит летоид надо будет выбрать летоида и гештальт давай портрет летоид и выберем летоида зло какого-нибудь пускай такой трехголовый будет признаки летоид добавился расхождение опускаю выбрали это нам нужно поглощающий рой здесь гештальт разум ставим коллективный летоид и коллективный разум видали такое когда-нибудь так давай посмотрим наша задача найти модель поглощающий рой пожиратель миров что-то я пока поглощающий рой не видел так улей пустоты но этот касс коллективный разум научился существовать в космическом пространстве скопление стражи это что так открываются оборонительной армии но это стражи то что-то оборонитель ну наверно пожиратель меру миров да да скорее всего вот это то есть когда выбираются летоиды наверное это для летоидов создано наш коллективный разум существует лишь для того чтобы есть и становиться сильнее мы поглотили поглотим все миры в галактике то есть как летоиды они не питаются органической пищи они вот едят планету то есть вместо пищи они минералы потребляют вроде как значит вот это выбираем пожиратель миров акт то есть чтобы понимать что мы против себя выставляем надо смотреть значит он не вступает в дипломатические отношения недоступен галактический рынок не может терраформировать планеты голод является поводом к войне с другими государствами имеет доступ к планетарному решению поглотить мир поселение чужаков всегда поедаются социологические исследования даются за геноцид поселений чужаков расход влияния на базу минус 50 здоровье кровля корабля 25 процентов восстановление обшивки барани по 5 процентов урон армии плюс 40 темп исследования биологии плюс 20 минус 25 скорость строй стоимость 30 кораблей и вместимость флотилии 33 узел легион это видать адмирал или кто-то советник 25 процентов прирост опыта так происхождение тут у нас нету этих общие взгляды гегемон древо жизни отлично и надо ему еще добавить какое-то второе вторую модель гражданскую злобную автономные единицы что-то звучит не так приспособленности думаю тоже не надо генезисные симбионты терраформирование не богу так что это им бессмысленно единый разум компьютера я думаю смысла от этого нет исследования тоже не надо звездочеты а это у нас кстати говоря про космические бури я думаю тоже не надо исконное строение это что интересное вам недоступны будут все пути возвышения невозможно ботифицировать органические расы охранный садок а что он дает обращаются отношений с государствами начавшими путь возвышения то есть со всеми дают выбранные признаки раз и органики а это просто признаков добавляется можно в принципе тыкнуть строение пока будем иметь ввиду кардицепсовые дроны это какие-то амебы не знаю зачем какой смысл оружие космической фауны ладно фиг с ним моделирование климата тоже смысла нет нейроархивы не надо фонд знаний это лидеров добавляет подпространственный фабс не знаю что такое когнитивные процессы коллективного разума частично существуют в подпространстве что снижает воздействие времени и пространство на активацию трудней вместимость флотилии увеличивает субсветовую скорость интересно так рост планет размер государства так это тоже не на силой регионов что-то вот на урон здравая тема можно воткнуть силу легионов так дальше все посмотрим щас ну или и пустоты в общем сила легионов наверно втыкать и что там я хотел до этого какое-то строение там было вот она исконная ну и пускай будет строение наверно сила легионов как-то компенсируется я думаю ненасытные улей вот и на этом моменте можно самое время выбирать признаки и у нас их целых 7 можно выбрать то есть вот подписано в основе тела этой расы или лежит кремний они углерод поэтому ее представители поглощают минералы вместо обычной пищи они гораздо выносливее органических существ и обладают медленным метаболизмом что позволяет им жить долго но замедляет воспроизводство населения потребляют пищу вместо вместо пищи минералы скорость прироста поселения минус 25 скорость сбора минус 25 приспособленность плюс 50 здоровье армии 50 и жизнь лидера плюс 50 лет принципе для компьютера не знаю запариться жизнью лидеры не буду коллективный разум ну просто коллективный разум все понятно в общем что-то злодейское им надо выбрать так снизу посмотрим вот у нас неактивные вот эти вещи которые нельзя выбрать вот вредоносный классно звучит я помню вроде одно очко тратишь а получаешь вон там урон армия 50 зато приспособленность ниже но какая нам разница приспособленность минус 30 использование жилья больше счастья невредоносных поселений рядом с подобными поселениями крайне неприятно находиться поскольку никто не в силах вынести их присутствие вот и втыкаем вредоносное ну урон армии это все таки не урон флота насколько я понимаю то есть это где-то на планете ну пускай будет признак интересно звучит инкубаторы это что-то про размножение вот размножение во время войны кризисов можно поставить одному этим ребятам так дыхание ну 50 процентов базового расхода минералов на содержание поселения на равное количество энергии но это что-то ненужное пылинки кожа кристаллы выносливые так живучие не будем смотреть общинники тоже не надо качущие вот наверное очень сильные добавить им армия может быть здесь имеется действительно и флот тоже а может только армия наземная не знаю она поставим сильные так минералы им поставим трудолюбивые им нужно короче выбрать три признака отрицательных так чтобы 4 4 минус 4 в ноль превратилась у нас ну не успевающие поставим пускай будут сварливые и одно какое-то на минус 2 над вот неуправляемые к примеру какие еще есть вариант но отвратительные пускание будет отвратительные лучше вот он сколько у них признаков три красных четыре зеленых два серых он офигеть все с этим разобрались голос советника какой у них там пускай будет бежала пускай короче коллективные название государства ну тут к туннский лак пускай такая типа пасть так цветом какой такой пускай будет так вид корабля ну давай летает поставим правитель пускай мужик коллективный разум коллективный разум ктун женщина тоже ктун все ктуны имя ктун первый представитель первый представитель расы который стал центром коллективного коллективного разума расы так и кто у нас будет но пускай будет командир и какая-нибудь враждебность пускай у него будет все проект сохранили назад и здесь поставим такой значок то есть если серые то раса не появляется если это то может появиться а если светящаяся птичка с этим значком замка то она обязательно появится всегда будет появляться появляться кто кто сделали дальше у нас что по распорядку идет экстерминатор это будет какая-то машина назвать я решил жидкий металл пускай будет пока ничего в голову не идет такого оригинального до короткого пускай жидкий металл будет значит машина машина выбираем к это тоже злобная должна быть это что машина что ли не похоже на машину вообще вот это прикольно конечно красненькая такая пускай вот этот вася будет короче название жидкий металл ночью жидкие металлы как бы прилагательная прилагательные жидкостные жидкостные не знаю пускай будет такое такая такая бредятин кстати говоря приставку для корабля топ не менял надо было поменять на что-то можно зайти отредактировать теперь панк пускай будет киберпанк вот этот ты тысяча пускай приставка будет для корабля ее мое жесткое просто так признак машина есть почему-то очко на это тратится вообще не понимаю зачем тут много чего дается кстати офигенного приспособленность в мире машин то есть мир машины идеальный для них сто процентов лидер на 20 лет дольше живет вообще насколько я помню рассказывали что лидеры живут 80 лет ну и там плюс-минус какие-то проценты есть то есть максимум 87 лет живут если никаких модификаторов вот таких нету а если добавляешь там плюс 40 плюс 20 плюс 80 могут и помереть машин вроде как бессмертный лидер должен быть минимальная пригодность для расы 50 начальный возраст 5-10 лет классно кстати для них признаки также потом будем смотреть начнем с планеты значит жидкий металл у нас будет 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 в пустыне пускай он будет в пустыне хотя может быть происхождение посмотрим для него название родного мира жидкий а звезда металл система система с одной звездой родной мир представляет собой луну вращающуюся вокруг газового гиганта а это стандартная система пускай вокруг газового гиганта они будут вращаться так вид города конечно же машина что-то на машинное такое надо выбрать пускай такая штука будет так происхождение вот самое интересное надо выбрать выбрать так чтобы был кто у нас там неприклонный экстерминатор так механисты машины не могут быть осколки вот машина может быть и активные скитальцы то что этих моделей нет рыбаки аграрная идиллия это понятно самое крутое для них говорят вот жители пустоты может быть жителями пустоты сделать так пока имеем ввиду так дальше по названиям чисто общие взгляды ресурсы вот форм управления так нету модели сбудновавшийся служитель органическое переоснащение и архитектора генезиса в сочетании с гражданской моделью маникальный ассимилятор но для ассимилятора наверное вот эти ресурсы надо будет брать так колония гегемон некрофаг драконы можно подземной машины вон что интересно тоже ограничения нет никакого на гражданские модели подводные машины кстати говоря так катапульта разогнанные токсичного бога не могут машины играть страх темноты не могут это все они не могут так культ это кибернетическая так бури нам не надо ну сварщики могут быть ладно тогда тогда что у нас с китайцы жители пустоты наверно пускай будут какие там еще могут быть пускай жители пустоты орбитальное поселение классно оптимизированные для нулевой гравитации интересно так происхождение выбрали правительство поехали машины разум так ну и где здесь маниакальный ассимилятор вот он подожди не ассимилятора нам нужен а экстерминатор вот он значит разберемся что это будет это может машины разум выкованный в горниле войн первым делом уничтожил своих органических творцов при самообороне так же как и рой не будет ступать не в рынок не в отношении очищение является поводом к воде там голод тут очищение расход влияния уменьшен корабельные орудия стреляют сильнее стоимость строительства меньше вместимость флотилий больше пикаем ну и добавить что-нибудь еще злобная ему шпионская думаю мы не надо хранилища опыта не надо что-то надо на урон ему так робот строитель органическое переоснащение это у нас чё это нам тоже не надо так навязчивая директива астрометеорологическая обсерватория он тоже из дополнения космик шторм космический шторм так единство единство так дроны для астродобычи послы зачем ему послы он будет всех уничтожать планет у него нету скорость сбора можно конечно вот боевые роботы надо втыкать ему пускай боевые будут советник так пускай жидкий металл так слово я жидкостные металлические также напишу имена киберпанк у него так биография эти роботы уничтожили 1 органика в которой их создала на пустынной планете и назвали планету жидкий металл когда они получили технологии для выхода в космос они задались целью уничтожить все живое так вот так ну что легион пускай такой будет вид корабля теперь панк красивенький он цвет флага отображает так и признаки еще не выбирал потом же лидера сделаем что-то тоже на урон чтобы так личная машина лидер бессмертный можно воткнуть но не знаю зачем это надо будет компьютеру вот военная машина точно не тратит признаки встроенное вооружение урон армии сто процентов но это на земле блин если не ошибаюсь на космос влияет или нет в общем если какие-то из моих 0 подписчиков которые это смотрят у кого есть возможность поотвечать если кто по игре знает комментариях мои глупые вопросы если кому-то с новичков полезно будет порасслабляться время провести то тоже спасибо поставлю значит вооружение пускай урон будет побольше так в торсе и его прочная это чё у нас содержание память гибкие также не ци а это у нас пища перфораторы вот адаптивные тела интересно классная штука станет друг в друга могут превращаться я так понял что-то типа того так и теперь добавить им отрицательных три штуки надо то есть 1 минус 2 должен быть вот роскошные пускай так что там еще скорость сбора вот первый прирост опыта пусть будет меньше блага по моим по барабану жуткие пускай будут вот раз два серых три зеленых и три этих 8 признаков всего класс правитель киборг-убийца и восстали они из пепла как там дальше я не помню все киборги убийцы больше по-простому барк убийца мужчина центральный процессор взял на себя пуль машинного разума забрав себе кибер детическое тело он единолично про для это раз и жидкий ал так цвет поменяем пускай фиолетовая будет одежда интересно но красная кайфово так черты то у нас будет тоже будет командиром тоже враждебным сохранить сохранить все ктун жидкий металл есть дальше дальше мы создаем каких-то поборников чистоты не помню не помню что там поборники чистоты модель это дает ну в общем я хочу создать псиоников которые будут против всех воевать и не помню поборники там должны быть или нет но в общем это не коллективные не машины уже разум и это органики называться будут бездна сейчас посмотрим что можно сделать портрет ну что-то такое таинственное надо гуманоид какой-нибудь может быть пострашнее может не кроет какой-то так а если не кроет у нас признак выбирается нет не выбирается пока что наверно ладно пускай подожди так где это не кроет брать нет признак не добавляется так гуманоид да вот этот псионик какой-нибудь вот этот пострашнее выглядит пускай это будет название бездна 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 сколько согласных подряд раз два три четыре пять если кто не знает то в русском языке слово вы взднуть согласных подряд аж на раз два три четыре пять шесть урок русского языка так список имен все все пускай какой-нибудь не кроицкие имена у них будут приставка psy признаки потом родной мир бездна звезда покров система пускай двойная опыта а климат тундра выпускает будет у них не знаю что там от происхождения будет зависеть так внешний вид не кроет какой-нибудь такой подмороженный окошко конч подмороженое происхождение надо искать для псиоников происхождения и смотреть на то какие модели можно нельзя отпрыски кольцо галактика гиганты общие взгляды гиги мон судный день колония некрофаг некрофаг чё у нас дает культ смерти нельзя ксенофилия нельзя но звучит интересно для них а некрофаг тыкнул что там дается вон аж на 80 лет живет лидер больше прироста поселения то есть они и за счет этого они будут наверное нападать на других меньше содержания пока оставим сейчас посмотрю еще какие происхождения есть а это еще надо выбирать раса которая вторая у него будет и признаки у них надо будет выбирать тяжелая настройка здесь будет так надо все таки псиоников вот учителя покрова но тут нету поборников нету поборников эти тоже не могут быть поборниками а мне надо поборников воткнуть разогнанные я кстати не пробовал ни разу тыкать это что-то в признаках вот в этих наверное покруче будет ладно некрофаги оставим они наверное могут быть поборниками это надо смотреть здесь сразу посмотрите где тут поборники у нас так технократия теневой совет разделение тягот вот они поборники от чего они у нас нужна ксенофобия фанатическая и значит вот так ксенофобия и спиритуализм вот что он требовал теперь поборники должны появиться здесь вот они значит поборники это можно сказать похожая штука на поглощающий рой и экстерминатора только не гистальт сознания не машинная не рой отдельная органическая раса будет и машинная тоже может быть у этого общества есть идея фикс избавить галактику от любой другой разумной жизни путь что будет но они не потерпят чтобы чужаки продолжали жить классная штука в общем вот эти вот будут злодеи у нас втыкаем и что-нибудь им реаниматоры это что в этом обществе смерть не является причиной игнорировать мобилизацию то есть они воскрешать будут тех кого убили тоже можно воткнуть интересно пока будем иметь ввиду но посмотрим что есть еще исследователи это нам не надо знания архитектура творцы торговые гильдии все для другой игры рыбаки какая-то пища там реаниматоры преобразователь это что у нас расчистка квадратов так это про бурю что-то головорезы так поклонение гиперпространству я думаю не так критично культ смерти нету сырщики культ смерти что такое надо прочитать так это что-то на сплавы так чё там утилизировать корабли сплава на содержание кораблей так удовольствие с окружающей средой это вообще не проникается а это без без возвышения они будут играть это вот как раз можно дополнительные признаки выбрать которые мы выбирали по моему уроя героическое плова прошлое возносящиеся единство короче надо им этот реаниматоры ставить интересная штука пускай будет так что тут культ смерти означает культура воинов она это милитаризм наверно культ смерти это без поборников и не некрофаг религия этого общества основана на периодическом на периодических ритуальных жертвоприношениях добровольцы посвященные проходят десятилетнее обучение прежде чем встретить свой конец посредствия которого влияют на всю их культуру в общем если так нам надо еще выбрать форму правления и не но мы и мы допускай олигархия будет у них так получается кто это у нас psy некроиды некрофаг настроим им при патентный вид кто это будет у них ну какие-нибудь не знаю влекопитающие какие-нибудь ушастые не знаю какой-нибудь армониканск а вот будущие рабы воины наверное если это так задумано так именно что там млекопитающие пускай такие будут признаки пускай будут вредоносные так размножение и выносливая млекопитающие Субтитры создавал DimaTorzok